Туршуков Алишер Магомеджанович Я Туршуков Алишер Магомеджанович. Я держал ингредиенты. До войны я сам пенсионер, пенсионер. Плотником был, дома работал. Удовольствие состоятельное было. Все хватило у меня. Саша дочь замуж выдала из двоих сыновей. Каждый год в Рязани сын живет. В марте моя невестка родила дружку. Я с ней в гостях был у сына. У меня пожилой человек хотел кефир пить. Кефира не было. В магазин петелка зашел. У меня для себя рядом была петелка. Документы были. Я забыл взять с собой. Документы нет. Садись в машину. Я туда сел. Меня в одну милицейскую учреждение. Там в подвале, оказывается, КПЗ есть. Туда запихнули. Думал, заберет сын мой. Я же его отец. Раз, два дня прошел. Четыре дня прошел. Меня там держали. Оттуда я не вышел. Сказали, пойдешь воевать. Глоток. Я хотел хлеба. Ничего не надо мне кушать. Глоток в воде дать. Теперь невозможно было. Не давить. Даже воду не давить. Отсюда у нас Рязановский, Первомайский концертный пункт. На пятый этаж зашли. Вот так получилось. Я подпись подписал. Ну, ничего. Как-нибудь выиграл. Ночью два раза пробовал выйти. От эту дверь я не смог открыть. Убежать не смог. Вот так я. Пошло, пошло. В войне оказался. Только в Воронеже в учебке у нас на Урале в машине с Рязаной туда отвезли. Там я у ребят телефон взял, позвонил. На номер у меня бумаги написано было. Написал вот так. Такое дело. Я позвонил, сказал, отец, подождите, не волнуйтесь. Я уже выезжаю, выезжаю, сказал, ко мне. Я загадываю вас. Ребята сказали, в вашем сыне не пустите никто. Отсюда никто не выйдет. Концертники отсюда не выйдет. Наверное, он не смог зайти. Я один день под огоной был. В второй день сознание потери упал на дороге. В третий день быстренько утром сбор был и нас 27 человек на два Урале увезли. Они боекомплектом оделись увезли. Там все готовили место чтобы подготовиться. там еще два дня учебка была. И нас через два дня рано утром еще светлом не было. Светлом выбыло. Вот говорили, что Луганск. Оттуда нас в деревню отправили. Там на лошади ожидали как светлеется. Один дом зашли. Три четыре военных солдата русских на паек. Некоторые ненужные вещи сказали оставьте. Здесь паек все оставьте. Только вооружем что надо при себе берите. Там оставили. И два батарея пришел. Нас 27 человек на этот блиндаж где воевать. 17 человек на штурм пошел. А 10 человек в окопы поместили. 752 штурм новый батареон. Это 664 девиза называется. Двое остались живы. 17 человек. Остальные все умерли. Сказали окоп готовый. И между окопом себе окоп на человека сделать. Чтобы безопасно было. Как начали работать через месяц бомбежки начались. Контузия вот такой я слышал такой взрыв и свет разными цвете. Он стал зом зом вот так. и здесь близко украинские войска найду их сдамся. Туда налево направо хожу и хотел воды пить. Один на месте воды дали наши ребята. в второй раз спрашивали. Владимир нет, иди сказал и сказал подожди. Оказывается украинские самые мотивы. Я сказал слава богу. я пришел задался меня автомат и четыре магазина я с собой взял. Написки мне мясо хлеб дали все сказал не бойся пасы дали если можно хлеб нам не положено сведе на кушку. Они куриные мясо дали хлеб покушать все успокоиться слава богу. Военная машина пришел меня меня из русских бомбили стреляли. Хорошо что нам быстренько меня увезли в дерево безопасное место. Хорошо хорошо я питание трехглазовое спокойно живу работаю я обеспечен дома у меня все есть три четыре раза отдыхаю мне возможность позволять я в гостях был в России вот так бог рассудил чтобы увидеть вас что происходит Россия что делает я нападал национал узбек гражданство киргиз не россиян они сказали во время прохождения службы чтение места сделают зачем мне надо ищить гражданство мне 57 лет я в России только в гостях у сына я я я обращаюсь к президенту Кыргызстана уважаемый президент Сандр Джапаров я вас прошу выслушать меня я случайно неожиданно не своей волей оказался на войне меня принудили я в России в гостях был российской военной полиции я оказался в дисциплину дайте мне помощь окажите мне помощь я вас прошу spirit my who служить в дв всегда была престижна всегда было элитно всегда все парни то стремились отдельно 83 штурмовая бригада позывной бейни 2 рота 5 верт специальные операции это имморально и во всех остальных планах это тяжело но намного лучше стало снабжение поменялось Пошли новые образцы вооружения резко. Менялось ли как-то снабжение? Ничего не было. Ничего нового. Обучать не успеваем людей. Новое, все новое, новое идет. Какие-то новые образцы вооружения были? Нет, вообще ничего не было. Все старое. Все, что когда-то было собрано на поле боя. Держи, воюй. Люди верят в победу. Понимают, с кем борются. Вот это радуется. Понимают ли военнослужащие взвода? Зачем вообще? Ну, у каждого же свои проблемы. У кого-то деньги, у кого-то семья кормить надо. Кто-то из такого поселка, что там работы толком нету. Платят 6 тысяч. Идут в основном деньги. Деньги большую роль играют. А откуда новые десантники? Вот сейчас пополнение идет. Все равно идет отбор ВДВ. Люди идут по желанию. Наиболее мотивированные. Ну, с одной стороны, грозил срок лишения свободы. Пришел на подписание контракта. Мне предложили несколько частей на выбор. Сказали, самое элитное – это ВДВ. Вот я думаю, ну, элитное, хорошо, может, чему-то обучен. Понимаются, такую задачу волнуют. Но для них тесты устраиваете? Физическая форма должна быть. Десантник, семья. Это как с этим законы ВДВ, физическая форма. Отбор какой-то был? Ну, вообще, в принципе, никакого отбора. Даже если ты дурак, я тоже возьму-то. Ну, вот у меня, говорю, уже категория годности В. То есть, ограниченный годинг в военной службе. Только в военное время. То есть, даже с этим взяли. Но у нас запрещено отправлять военнослужащего в бой, прибывшего на СВО. Сразу же убывает учебный полк, созданный в единой базе воздушно-десантных войск. Там, соответственно, опытными инструкторами с боевым опытом готовят данные подразделения в составе сводных. То есть, готовятся сводные подразделения. Как штурмовика? Я, в принципе, в армии-то так таковое не служил, так как я ограниченно годен. Нас обучали на базе Лутугина. В принципе, обучения так такового серьезного не было. В основном беготня, ходьба на выносливость. То есть, вот так пытались из нас рексов сделать. До двух месяцев люди учатся. До двух месяцев учатся. Сколько в общем времени? Ну, мы провели, получается, если не соврать, дней 15-20. После этого он прибывает, попадает на полигон бригады. В руки замкомандира бригады. Который уже определяет его специальность. Как ты получил специальность старшего стрелка? Построили, выдали бумажечки какие-то нашему командиру. Все. Командир назвал, кто какой. Звание там. Кто-то просто стрелок, кто-то старший стрелок, кто-то командир отделения, кто-то командир взвода. То есть, там просто ты такой, ты такой. Просто пальцем потыкали и все. И то потом, попадая военнослужащий в подразделение, которое ведет боевые действия, он не идет на штурм. Он идет во второй эшелон. Нас сразу отправили на штурм. Нет, ничего не было. Собрали группу, показали, ты главной группой, и все, иди. После двух-трех ротаций, после проработки замысла действий, он применяется как штурмовик. После того, как ты уже попал непосредственно в зону боевых действий? Да, сразу на штурм. Сразу. Махом. А второй шаг, а третий подождали? Нет. Нет, не было такого. Командир должен быть все-таки рядом с личным составом. То есть, все равно инструктаж групп должен быть идти командир. То есть, надо смотреть ребятам в глаза? Надо смотреть в глаза. Конечно же, задачу выполняет командир роты. Командир роты сам идет в бой. Сам идет в бой командир роты. То есть, командиры ведут. Ротный был с вами? Ротный? Нет. Мы одни были, а никто с нами не был. Мы одни шли по лесополке. Командир был в последний раз. Это вот было в этом день, утром. Но он с нами не пошел. Пошли только мы. Как соотносятся наши потери и их потери? Я могу доложить только за бригада-бригада. Давайте так. Я скажу, наверное, уже командир бригады четвертой комплексии завел. После того, как ты пересек границ, сколько своих убиток ты видел? Наверное. Человек 30-40, может и 50. Если считать, что отрыв каждой конечности и не видя при этом человека, как делал, ну я думаю, до 60 человек просто. Там двое лежат, там двое, там четверо, там пятеро от кассеты. Еще, и я еще просто, ну мне рассказывали, что еще в подвалах просто кучами лежат. Кучами, ну просто как морг, только может похуже. Просто тело оно лежит, чтобы не воняло на улице, его в подвал закидывают. Ну то есть, плюс я не заходил в окопы, там не видел сколько трупов. Я только видел, когда, ну пытал, уходил с поля боя. Только эти трупы видел, и все. Сколько мертвых украинских солдат? Двоих, и все, на протяжении всего дня. Двоих. Ну, может быть и в опорнике там тоже есть. Ну, я, честно, не знаю, но я вот, когда меня переводили, я видел на дороге двоих украинских солдат. То есть, с той картиной, что ты увидел, как ты думаешь, ну, соотношение потерь, какого-то между российскими солдатами и ВСУ? Честно, на одного военного украинца, солдата, приходится 10 наших русских. Основное это, так, воля, мужество, характер, честь дороже жизни, оно никто не отменял. Лучше выжить, сдавшись в плен. Пусть это и как кто-нибудь да и скажет из русскоязычных, что это предатель, это предатель Родины, как ты так смог, там, пальцем тыкать вечно на тебя будут. Но это, как бы, не, мне кажется, я бы лучше сдался в плен. Потому что жизнь все-таки дороже. Ты можешь пользы еще больше принести, чем... А какую пользу ты принесешь, если, например, ты умрешь и будешь вонять, от тебя только проблемы станут. И никому ты не нужен не будешь. Ну, мне кажется, лучше жить. Оно заветами Маргелова, они следуют. Ну, и будут следовать, поверьте мне. А если отказываются, их могут к дереву привязать. Ну, от Дубаси, там, не знаю. Ну, либо как в качестве открывашки отправить. Ну, то есть тебя отправляют на линию в качестве, грубо говоря, чтобы твой солдат, который позади идет, остатки группы, чтобы они увидели, откуда идет огонь, и начать туда, на линию боевого соприкосновения, то есть насыпать огневой поддержкой той группы, которая сзади идет, а ты просто идешь, как, как сказать, как проведнившийся или как штрафник. Все идешь. Если выживет, то тебе повезет. Если не выживешь, то оставят твой труп. И забудут о тебе, что ты был, что ты вообще существовал. Открывашка. Открывать позиции, то есть. Так, получается, у меня тут пердовой медпункт. Принимаем раненых, соответственно. Обрабатываем кого надо, стабилизируем. Потом уже отправляем до ближайшей ПМГ. Ну, если ты тяжелый раненый, то тебя, ну, я не знаю, под обстрелом вынесут, не вынесут. Ну, то есть бросит умирать. А если ты легко раненый, ты должен шагать до нуля. То есть откуда пришел, туда и иди, раненый. Когда бригаду взял? Год назад. То есть уже родная. Уже родная. Знаешь ли ты, кто такой полковник Городилов? Нет. И ты его не видел? Нет, ни разу. Только в бой, только вперед. Другого варианта нет. Те, кто шли со мной, тоже погибли. Все, кто шли, следовали со мной, тоже погибли. И вот эти вопросы, когда я начал выдавать, он вытащил пистолет, сказал, тебе может прихуярить, если ты не уехал. Все бедные несчастные, его Путин сейчас прилетит на золотом парашюте, и всех спасет, и все станут жить сразу, ездить на Мерседесах, и все прекрасно. Вот, освобождать здесь никого не надо. Здесь и так прекрасно люди себя чувствуют. Все причем. Я же говорю, здесь даже в плену кормят лучше, чем по стране у нас есть собственные, ну, то есть свободные люди, которые живут. У нас все, что вообще в этой ебучей России рассказывали, это все вообще бред, силы кобылы, это вообще нельзя даже слушать. Меня зовут Рябов Сергей Михайлович, 1984, по ходу рождений, 3-й, 1984, 1984 год. Родился в Волгоградской области, в городе Милваневске. Попал в детский дом. Через какое-то время сбежал из детского дома. Беспризор начал, поступил в училище. После училища в техникум. После техникум призвали на воинскую службу, забежал из воинской службы. 8 лет скрывался. Потом поступил заочно в институт. После решения вопросов. После института работал, взял ипотеку и похряз в долгах. Жизнь моя заключалась в том, когда я работал, владел по счетам, ни с кем не общался, никого не знаю, никого нет. Почему я хотел обанкротиться? Сказали, что обанкротиться не получится, у вас слишком большая сумма долга. Сказали, что в связи с тем, что началось ССО, и нацовские страны хотят, типа, присоединиться, армии Российской Федерации, типа, ну, короче, армию восстанавливают Российской Федерации, и что можно, короче, там, ну, типа, заработать денег, чтобы погасить все свои финансовые трудности. На самом деле всех людей, короче, управляют исключительно с данной СЛО в шторм. Всех. Здоровых, больных, там, всех, короче. 15-го числа, ну, в марте месяца, короче, я потерял работу. До мая месяца пытался решить финансовые вопросы, как-то. И вот 15-го мая мне предложили подписать контракт, дали направление, но предписание, что нас направляют в Татьяна-Мирадской Федерации, по гранд-части. Потом привезли в Воронеж, пересадили на автобус, привезли на Украину, где сполз. Держали там несколько дней, отвезли на так называемый полигон, поддерживали там еще 8 дней. Отвезли потом на день ЛБС, сказали, вам надо там куда-то пойти, что-то сделать. Ни рации, ни карты, ничего не дали. Через проводников направили в бой. По дороге проводника убило, получило ранение. Все, кто шли со мной, тоже погибли. Все, кто шли следовать со мной, тоже погибли. Ну, короче, команда сделала все, чтобы все погибли. Ну, всего нас сюда привезли из Воронежа 45 человек. Вот все 45 человек. А когда я в ЛБС попал, там ребята сказали, что вообще 600 человек погибли. Нас возили хуже, чем преступников, блядь. Лес, лесополоса, какой-то нормы. То есть, мы к людям, ни к кому-нибудь не пропускали, достоверной информации не говорили. С этим долгим временем мне сложилось только одно единственное ощущение, характери боев. Нас сюда привозят, как овец, сбрасывают, зачем-то. И все. Я не знаю цели этого всего. Чтобы отмыть деньги государства, чтобы не платить выболты без вести пропавшего. Я не знаю, в смысле всего этого. И смыслы слова я тоже не знаю. Потому что агитация, которая идет в нашей стране, говорит о том, что в Украине люди тут все умирают, все в гору жить не могут. А как бы выясняется, что на Украине люди живут в тысячу раз лучше, даже в Ленге, чем у нас в России. Двободные вражды. Наших раненых там никто не вытаскивал. Командир по рации. То есть я рацию потом нашел какой-то там начался обстрел дронов и минометов. Там ребята кто-то получил ранение, кто-то куда-нибудь. Мы побежали и я взял рацию. По рации я попросил помощи, чтобы показали, куда выходить. Потому что я не знаю дорогу, куда идти. Не вперед, не назад, короче. Вот. Мне сказали, жди, сейчас типа-то пойдет в группу и тебя эвакуируют. Ну и командование начало посылать группы. Ну, у меня сложилось ощущение, что посылать так, чтобы эти группы не вернулись обратно. То есть там лежит два раненых, они посылают туда еще четверых. Этих четверых, короче, убивают. Командир докладывает, они пропали без вести. Следующие, заходим, следующие там. И вот так вот. За ночь, короче, вот этого диалога, вот этой рации, я пришел к выводу, что целью было вообще не захватывать какие-то блиндажи, а просто убить всех, вот, кто там были. Это вот мое мнение. И оно не поменяется, как в жизни. Так же мне говорило командование, там, впадает звук, где-то есть. Я, ну, пора тебе объясняю, я укрылся в блиндаже неподалеку от того места, где-то вот, а что там все одно обстреляли, дроны, минометы. Там, покричи, пошумей, сделай там несколько выстрелов, воздух. Делаю три выстрелов, воздух, во мне начинают работать два часа, минометы, дроны кидают, что-то. По рации опять говорят, мы тебя не слышим, еще раз. И вот так несколько раз я сделал, потом просто выключил по рации, думал, бить хотите, так сами идите убивать. И все. Обратно потом, когда начал двигаться, у меня обе ноги радио были. Сейчас ранее. Возвращался небольшими перебежками, ну, метров, по 100, потом отдыхал в подвезде. Вот, слышал, впереди там кто-то разговаривал. Крикнул, помогите выйти в 300-му. Они сказали, давай, иди прямо, если будет нормально. Пошел прямо, там, минное поле. Благо, там, эти минометчики все раздобили, и все мины посдвинулись. Остались только растяжки, которые я не тронул. А так попал на минное поле. Обошел его, вышел там в комнату в блиндаже, в блиндаже нашел средства медицины, перебендовался, воды там не было, ничего не было. Ну, потом пошел дальше. и так мелкими перебежками дошел до болота, как вот в болоте попил первый раз за эти шесть или скукс синий. Перешел через болото и попал на украинский блиндаж, там взяли в блиндаж. У нас все, что вообще в этой ебучей России рассказывали, это все вообще бред, сивка было, это вообще нельзя даже слушать. Они там сейчас таким же образом обманывают. Еще сюда кучу людей и это никогда не закончится, потому что никто не может объяснить, что нельзя вообще здесь никто никакого и вообще здесь никто делает. Такой будут все лететь. Сейчас вот эти плотины, которые были в стране, затопили, это сейчас сделано было все, чтобы опять загнать людей в каббалу. Люди живут в деревнях, у них затопили города, им нехти жить, домов, ничего нету. Им сейчас дадут материальную помощь 400 тысяч, что можно купить на 400 тысяч, диван, кровать и все. И потом льготные кредитные ипотеки. Вот такая же фигня как со мной начнется. Сейчас загонят, а в деревне нельзя дать деньги вообще. Нет ни работы, ни зарплаты, ничего. И пойдет опять вот эта куча сюда. Тоже он рассказывает на всех сайтах хабхантер, суперджок, ну то есть сайты, на которых ищут работу, везде висят объявления, что требуются там эти военные на границу, там везде как-то есть не именно из того, а вообще везде. Приезжаешь там тебе выбирайте какие войска, где бы вы хотели служить, что бы вы хотели делать, выбираешь все, вот пожалуйста потом тебе привозят в лес, дают автомат, который стреляет и говорят давай вперед проявить где-то есть, чтобы мы тебя грохнули. Вот и все. Обычно если там отказываешься выполнять, просто говорят, что ну либо для стрелки. Ну я вот когда пришел я спрашивал у этого комбата объяснить как идти, куда идти, какая карта, что надо делать, как выглядят украинские солдаты и я потому что понятия не имею солдат, от русского солдата и вот эти вопросы когда я начал выдавать он вытащил пистолет сказал тебе может прихуярить я не понял в чем случилось дело потом когда от одной точки до второй довели там этот командир тоже набрал на меня автомат и начал короче орать что типа я истерию и туда сюда я просто задаю элементарный вопрос я вообще не понимаю куда я иду где у кого что делать я должен и как если что я должен буду вернуться то есть я не оказывал такого активного сопротивления что я никуда там идти не хочу я просто дал вопрос если бы отказывался или еще что у меня эти осколочные ранения ног я в здрон сбрасывали логи или как это называется два штуки ну до сих фор оказывают помощь перебинтовывать когда попал в плен ребята довели каких-то точек могу объяснить довели туда и шел вот довели потом привезли медицинский центр сняли с меня одежду потому потому что она вся была порвана и грязная вот дали вот эту одежду перебинтовали сделали рельген смотрели там плюн был лучше чем российская армия плюн во всех смыслах это слово не надо подписывать контракт когда в жизнь не надо смотреть телевизор не надо слушать этого ебаного долбоебала который рассказывает такое бредятину потому что потому что у нас по телевизору показывает что здесь все плохо все бедные несчастные его путин прилетит на золотом парашюте и всех спасет и все станут жить сразу ездить на мерседесе все прекрасно на самом деле здесь все люди живут прекрасно все все нормально я же говорю здесь даже плену кормят лучше чем полстраны у нас есть собственные свободные люди которые живут вот у меня в камере точно есть твой человек который такой пищу жизни которые не заработаете здесь ни денег ничего не сделаете никого не спасете вы просто придете лезвие где вас закидают миномет и умрете буквально на следующий день после того как приедете сюда для чего это делается понятно вот освобождать здесь никого не надо здесь и так прекрасно люди себя чувствуют все причем здесь даже в самой деревне в первую в которой мы приехали было вас блядь у нас в России в Московской области в городе Королеве стоит угольная котельная до сих пор только почему-то нельзя ничего изменить и сделать ничего на тебя вот это мне больше всего распространено до сих пор Субтитры делал DimaTorzok Там всех на мясо. На мясо там всех. Не вернули никто. Я был в плену, не видел нацеста никакого. Как хочу жить? Лучше до чурмы на Словенско. Много там осталось. Не забирают. Но я подумал, что надо убежать. Если жить, надо убежать. А с 1. мая нас все поманули. Очень страшно. Очень страшно. На мясо людей там посылают. Много погибают. Зовут Галайчик. Галайчик Ярослав. 02-02-89. Словакия. Деревня. Межоусен. Дају согласение на запись. До септембра работал в Британии. В складе Грюштиком. Как туриста. 1. Января прилетел в Москву. Покатал са. И пошел во военкомат. Подписать контракт за гражданство. Деньки заработать. На год. Контракт. И поехать в Сибириу. Жить. В лес. Уж о цилизации далеко от исч. Такий сен. Такий сен. Такий сен. Пописали нас на штурмы. Сиех. Целый батальон. Целый ротум. Сиех до штурмов дали. Обманули. В роте было до 70 людей. 65-70. В 29. Январь. Подписал контракт. Потом было два недели. Еще в авангарде. Там инструктори. ППЛ дроны. В розробове по складе автомат. И курсы по медицине. А то, что может быть? А то, что может быть? Я один раз был. В розробове по складе автомат. Это была такая подготовка. У меня. И на стране, которые были из Африки. Там они были месяц. Например, русские были очень кратко. Русские. Иностранцы были там больше. Много. Бероруси были еще больше. И Казахстан. Узбекистан. Из Европы очень мало. Много. Разные. Может за деньги. Может за гражданство. Иностранцы. Так то с политики. Так то с идеологии. Которые как? Разные. Я был там два недели по больному. Один раз был на... Поскладать, разоблать автомат. И там не была подготовка. Там бегали, копали. И разоблать, разоблать автомат. Еще не дали стрелять. После того нас отправили... 13. февр. До Луганска области. Влет. Криминайот. Райландельки. Криминайот. Что вы знали о войне в Украине? Зуусской пропаганды. Он говорит, что это на цисте. Что это плотно на цисте. Я был в плену. Не видел на цисте ниакого. В первом раз в плену. В первом мае. В 2. или 3. мае. Уж на штурмах. Нас забрали на штурм. Я был в евакуационной группе. Втаска раненых. Помогал еще. Которые раненые сами доскакали на одной ноге. Или мали осколки. До такой точки забрали. Потом их понесли дальше. Или на колесе. А в ночи мы могли еще там позбирать раненых. Не очень далеко. Но чуть-чуть подал. Много там осталось. Не забирают. И там гниют. После него был полегон. Там нас научили стрелять. Первый раз я там стрелил на полегоне. И один раз раненых. Просить. После того нас дали на второй штурм. От этого штурму sa отказали. Еще 10 людей. От штурму отказали. Там съех на мясо. На мясо там съех. Невернули никто. Там ишли, ишли. Командири на них кричали. Быстро, быстро, перот. А все погибали. Так мы вернули. До тилу. До укрытия. До блендажов. После того, как мы были в крим-блендажу. Миномед зачал стрелять на 120. Гамикадзе. ФПВ-дроны. Одна казета. Блендажов был разбит. Уж там не дали. Деривни. В крюши падало на меня бремно. Три межки. Еще раз там прилетело. Уж не живем. Но птички отлетели. Тихота была. Но я подумал, что надо убежать. Как я живу, надо убежать. Так я пошел. Еще раз кричал на второй блендаж. Там были 4 человеки. Три, четыре. А у них тишина. Тишина. Аси. Аси погибли от тих зрывов. От миномедов. Ну, бежал с того. У разбитого блендажа. Цез минное поле. По дороге подумал. Что я потерал са. Ну. А я увидел ближшую лесопосадку. А еще птичка зашала летать. Так. Ишел ближшую лесопосадку. А слышал украинскую мову. Просил автомат. И кричал. Я, Ярослав. Словак. А уже сам взял в плен. Так нас убрали. Очень хорошо. Дали покушать. Еду. Свою каву и чаю. Очень хорошо. Я удивил. Нормальные. Нормальные люди. Как друзья мои. Сколько ваших погибло? Ну, очень много. Но такие группы посерали. По четыре человека. Очень много погибло. Ну то есть. Северско как говорил. 70 человек. Да было. Сколько осталось из живых? Ну максимально 20. Можем около 20. Не видел аж так много. Но на 100% очень много. По дальнейшей надо было идти. Надо было идти. А там еще не было много людей. В этих трупах. Там я еще не пошел. Там там звонило. Звонило. Очень. Очень страшно. Очень страшно. Не. Не. Уже не хочу. После этого я уже придумал. И не хочу. Там не мравится. Очень. Уже не. Плохие командири. У меня жарко люди. Жарко больше техники. На месо людей там посылают. Много погибают. Плохо сделал. Так будет плохо. Надо думать. Что. На своем работе. Что делать. Надо подумать. Повторя. Дома мама. Папа. И сестра. Первый раз обманул. Что идем делать. Валентера. Помогать. А как я был в Клинцах. А потом написал правду. Написал контракт. Я им не звонил. Не знаю номер. Те розповіли. Не знаю им позвонить. Так. Сем. Тома знают. Кто смотрит видео. Семья. Мама. Папа. Отец. Я нормальне здоровый. Все нормальное. Живем. А то. Можна споясь с проектом. Найти. Хочу найти. И споясь с ним. Я Ярослав Халайчик. Обчан Сл. Републики. Народеный 2. февруара 1989. Нахадзам в плену. На Украине. На Украине. Вперед. Вперед. Прошё. На Украине.